Потушить свет ради нашего будущего в Москве час земли. До этого акцию провели на Дальнем Востоке и в Сибири. Самый масштабный экологический проект. К нему присоединились 187 стран. Как в эти минуты выглядит центр Москвы, расскажет наш корреспондент Дарья Дружина. Она на прямой связи. Добрый вечер, Дарья. Вокруг вас я вижу темно. Как? Где вы находитесь? Екатерина, добрый вечер. Действительно, единственный свет, который есть сейчас вокруг меня, это от нашей каверы. Мы находимся в парке Зарядье, который в этом году впервые присоединился к акции «Час земли». Ровно в 20.30 вся архитектурная подсветка погасла. Мы находимся на парящем мосту и отсюда хорошо виден Кремль и Красная площадь. Конечно, при освещении это можно разглядеть еще лучше. Но где-то 40 минут назад там началась акция в поддержку «Часа земли». Волонтеры с свечами выложили цифру 60+. То есть один час, ровно один час не будет гореть свет. Это такая красота, потому что я впервые в Москве увидела звезды, созвездия. Это так красиво. Я вообще просто, у меня эмоции переполняют. На самом деле это очень здорово, что создана подобная акция. И несмотря на то, что выключается не все электричество, выключаются все достопримечательности, это уже больше, чем ничего. И это очень важно. Это на самом деле очень хорошая задумка, потому что это воплощает людей на свежие идеи, помочь нашей природе, чтобы люди, так сказать, сплочались вместе, как большая команда, и помогли природе и нашей стране. Дорогие друзья, поучаствуйте в других экологических проектах. В парке «Зарядье» почти за час до начала акции начался праздничный концерт. Он продолжается до сих пор в полной тяноте. Акция «Часть земли» проходит уже в десятый раз. В прошлом году в ней приняли участие полторы тысячи объектов. Это только в столице. В этом году эта цифра должна приблизиться к двум тысячам, кроме парка «Зарядье». Свет погасили и объекты МЦК, Московского центрального кольца, а также несколько мостов, в том числе и Лужнецкий мост. Ежегодно фасадную подсветку выключает и ГУМ, Московский государственный университет, здание Госдумы, Советы Федерации, Останкинская телебашня. Это непередаваемая картина. Буквально за считанные методы Москва будто бы замирает. Акция «Часть земли» международная. Самая массовая акция. Только в прошлом году ее поддержали 2 миллиарда человек по всему миру. Во время такого экологического марафона подсветку погасили и в крупнейших городах по всему миру. Сингапуре, Гонконге, Сиднее. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам экологии. И вообще призывает научиться экономить электроэнергию. Поэтому на один час многие отключили свет и электроприборы в своих квартирах. Ну а в этом году акция носит название «Голосуй за природу». Поддержку экологических проектов и защиту заповедников. Ну а остаются буквально считанные минуты, буквально 25 минут. И Москва вновь приобретет свой прежний вид и засияет тысячей огнями. Екатерина. Спасибо. Наш корреспондент Дарья Дружина следит за тем, как проходит «Час земли». Продолжение следует...